Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал ТДК-42. Программа «Итоги недели». В студии для вас работает Марина Горбук. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях этой недели. И вот, что вы увидите. Казахстанские крестьяне жалуются на проблемы со сбытом мяса. Почему республика не может экспортировать товар в Россию и Китай? Шесть человек пострадало в Уральске при взрыве бытового газа. Беременная женщина получила 85% ожогов тела. К просмотру допускаются. В Казахстане создают безопасные сайты для детей. Проект станет доступным на всех гаджетах. Казахстанские крестьяне жалуются на проблемы со сбытом мяса. Вопрос вывода местных товаров на экспорт обсудили в столице республики. Как выяснилось, в стране, в которой, казалось бы, развито животноводство, проблема экспорта возникает не только с традиционной бараниной и кониной, но и с говядиной. Даже ее не хватает для покрытия внутренней потребности. Почему так происходит? Товар не соответствует качеству или же ферверам просто невыгодно отдавать мясо за копейки? Намного проще работать на себя. Об этом расскажет наш столичный корреспондент Буржан Шахмет. Почему Казахстан не может экспортировать мясо? Ситуация парадоксальная. Минсельхоз уже много лет реализует проект повышения экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота, вкладывая миллиарды тенге. Но на поверку оказывается, что фермерам выращивать коров невыгодно, а дать продукцию за бесценок фермер может легко. Перекупщики готовы забирать мясо по низким ценам и направлять его в розницу с двойной накруткой. Естественно, аграриев не устраивает ситуация, когда все сливки с их труда снимают посредники, а они работают на грани рентабельности. Поэтому фермеры не спешат наращивать производство говядины. Такая же ситуация и в других отраслях. И, к сожалению, только по 8 из позиций, из 46, которые мы подготовили, 47, выявились предприятия, которые заинтересованы. Огромное количество тех, где у нас нет интереса, то есть у наших производителей. Это и продукция машиностроения, продукция сельского хозяйства и промежуточные товары. По ним всего лишь по 8 есть интерес, по остальным интереса нет. И вот это достаточно большая проблема и большой вызов. Для того, чтобы наращивать экспорт, необходимо этот экспорт иметь. Есть еще одна сфера, которая со скрипом выходит на экспорт. Потому что Россия навязывает Казахстану свои правила игры на алкогольном рынке. Министр Сулейменов признал, что такие проблемы есть. Получается, что россияне могут продавать у нас водку, а Казахстан у них почти нет. Но это сложно изменить, потому что есть законы, которые защищают национальные интересы. Экспорт этих товаров у нас есть, но он несколько затруднен в силу внутреннего регулирования в Российской Федерации в частности. Поэтому надеяться, что мы вот эти внутренние регулирования в России существенным образом упростим и условно укажем России. Вот эту лицензию не требуйте, ЕГАИСа, эту электронную систему не требуйте. Это, конечно, сложно. Это их внутреннее регулирование. Имеет право, как любая страна, регулировать такой специфический товар, как алкоголь, таким образом, которым они считают нужным. Но что же нужно казахстанскому бизнесу для увеличения несырьевого экспорта? Первое. Убедить казахстанских предпринимателей в том, чтобы они изначально выстраивали свое производство по международным стандартам. Товар, произведенный по самым лучшим стандартам, конкурентен по определению. Второе. Необходимо выстроить правильную коммуникационную цепочку между государством и бизнесом, чтобы инициатива исходила от предпринимателя, который лучше других знает, что нужно для дела, а не от чиновника, который знаком с проблемами бизнеса только по экономическим учебникам. Бауржан Шай Ахмед Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В Западно-Казахстанскую область с рабочим визитом посетил первый заместитель председателя партии Нур-Утан Мухтар Кул-Мухамед. Побывав на строительной площадке многоэтажного дома, он ознакомился с реализацией программы по обеспечению жилья. Также целью его рабочей поездки стало знакомство с местными предприятиями. Так он посмотрел, как работает ТО «Кублей». Это одно из немногих предприятий, которые при производстве продукции из мяса и рыбы используют местное сырье. Партиец поинтересовался, куда поставляется готовая продукция и насколько успешно местное предприятие выходит на внешний рынок. С гостем встретились и наши корреспонденты. В ходе рабочего визита первый заместитель председателя партии Нур-Утан Мухтар Кул-Мухамед ознакомился с деятельностью и выпускаемой продукции производственного предприятия ТО «Кублей», который выпускает широкий ассортимент консервов. В настоящее время предприятие наладило поставку продукции в Иран. Вы уже начали поставлять и начинаете? Уже вовсю поставляем. Через какое маршрутство? Россию. Через Россию. Через Россию. То есть через Север-Каспий? Да, да, через Север-Каспий. Через Север-Каспий, Дагестан и Азербайджан? Да. И прям туда. Входим на Курганское проезд. Да, да. И сразу. Северный Иран. Северный Иран, там 300 километров от границы. В изготовлении своей продукции предприятие использует современную технику и технологии. При этом используется сырье местных христианских хозяйств. Парные туши после забоя направляются в охлаждённую камеру, где происходит созревание мяса при температуре 0,3 градуса и влажности 85%. По истечению трёх дней PH стабилизируется до 5,6%. И все туши отправляются в цех разделки и обвалки. Также предприятие наладило производство протеиновой муки, которая служит добавкой в корм для животных. И куда мы потом его поставляем? А можно на экспорт. Иран, допустим, или Россия, на Уран. Тоже готовы? Тоже готовы. Они только ждут. Даже наши фермеры, вот наши, делают птичники, все просят муку с протеинов. Без неё более невозможно. Курные сушки дают яйца, которые мало, не красят, знаете, без желтка, белое желудок. А вот здесь добавляешь желудок, желудок получается красный. Здесь же кровь, всё это очень важно. Помимо Ирана предприятие осуществляет экспорт в ряд городов Российской Федерации, среди которых Санкт-Петербург и Москва. Сергей Уланов, Мюрбладжи Гапаров, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Западно-Казахстанской области будут созданы все условия для привлечения инвестиций. Об этом заявил Аким области Алтай Кульгинов, выступая на заседании регионального совета. Здесь был представлен инвестиционный потенциал Зелёновского района и презентованы проекты в сфере государственно-частного партнёрства. Зелёновский район выбран не случайно. Именно он занимает выгодное географическое положение для развития бизнеса. Итальянцы настолько заинтересовались области, что даже предложили строить в Уральске гостиницы и дома европейского типа. Своими планами на этот счёт поделился инвестор из Италии Марко Реова. Как сообщил Аким области Алтай Кульгинов, регион занимает второе место после Астаны по вкладу малого и среднего бизнеса в валовый региональный продукт. Сейчас он составляет без малого 30%, и государственная поддержка играет в этой статистике немаловажную роль. Глава региона предложил инвесторам присмотреться к Зелёновскому району. Он занимает отличное географическое положение. Аким района Асхат Шахаров отметил, что была проведена инвентаризация земель. По её результатам 34 участка площадью 8 тысяч гектаров возвращены в госсобственность. И это значит, что земли можно вновь использовать под бизнес-проекты. Два проекта. Один на 100 миллионов, другой на 300 миллионов тенге. Это логистические центры с автокейпингом, придорожным бизнесом. Также в агропромышленном комплексе в этом году мы уже начали сейчас рассматривать по отводу земельного участка откормочный комплекс на 1200 голов. Я думаю, на следующий год мы уже запустим его. Ещё один вопрос обсуждения Совета инвесторов развития сферы государственно-частного партнёрства. Как отметил глава региона, деньги бизнесменов помогают решать социальные проблемы. В области реализуется 14 проектов на сумму 12 миллиардов тенге. Из них очень активно, конечно, у нас развивается сфера образования. В сфере образования в основном ГЧТО-проекты реализуются по дошкольному образованию, а именно строительству детских садов. Так, в области реализуется 7 проектов в сфере образования на сумму 4,2 миллиарда тенге. Один из интересных моментов презентации проектов итальянского бизнесмена Марко Ореоло. Он предложил строить в уральске гостиницы и жилые дома европейского уровня. Но у потенциальных инвесторов возникли вопросы. Прежде чем проектируется какой-нибудь комплекс, обычно выбирается бренд. И почему? Потому что у каждого бренда есть своя концепция на расположение комнат, мебели, площади и всё такое. Бывают требования свои. Поэтому вы спроектировали, а потом будете разговаривать с франшизодателями или у вас уже есть конкретный какой-то бренд. Итальянский бизнесмен заявил, что его проекты – это порыв души и они предназначены для конкретных компаний. Итог заседания подвёл глава региона. Новый терминал нам нужен. Второе. Без отеля, хорошей гостиницы. Как мы можем говорить, что мы такой развитый город, да? То есть, вот, отель нам нужен. Инфраструктуру мы дальше будем развивать. То есть, мы тренд задали по дорогам, по инфраструктуре, благоустройству. То есть, и культура будет одновременно повышаться по чистоте городу. Озеленяем его, благоустраиваем. Да? Инфраструктуру дальше будем развивать. Отели. Северность нужно улучшать, если мы хотим туристов привлекать. Ивент туризма создавать. У нас есть исторические места. Вот в комплексе мы думаем об этом. И тогда мы будем реальным, хорошим, компактным европейским городом. Также на встрече был подписан меморандум о сотрудничестве между областным акиматом и группой компаний, возглавляемой итальянским бизнесменом. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Рустам Джумашев, ТДК-42. Шесть человек пострадало в Уральске при взрыве бытового газа в частном доме. Больше всех пострадала беременная женщина, которая получила 85% ожогов тела. Трагедия произошла 20 ноября. В момент взрыва она находилась на кухне, и пламя практически полностью охватило ее тело. Врачи доставили пострадавшую Асилию Нигметову в реанимацию. К сожалению, ребенка спасти не удалось. Для оказания помощи женщине прибыл специалист-комбастилолог из Астаны. Стало известно, что для восстановления пациентки требуются большие деньги. Стоит отметить, что газовое оборудование в доме было установлено совсем недавно. Поэтому случаем заинтересовались сотрудники полиции. Они должны установить, что же стало причиной взрыва. Роман Копняев продолжит. Сейчас в доме, который получил ущерб от взрыва, проводится ремонт. Восстановлена разрушенная взрывом стена. Родственники Асилии Нигметовой пытаются налать отключенную систему отопления. Во время хлопка газовоздушной смеси стена обрушилась прямо на спящих людей. В девять встала, пошла на кухню газ сжигать. А мы здесь за перегородкой с муком спали. Ну, вернее, уже проснулись, лежали где-то. Мы к ним в гости приехали. Дети нет, не сильно пострадали просто. Угар немножко старше получил. И я угорела немножко. И сын руки обжег, когда с нее одежду срывал. В новый просторный дом семья въехала из старой времянки неделю назад. Успели отметить новоселье и ждали появления на свет третьего ребенка. Но в дом неожиданно пришла беда. Нам сказали, что уже в первый день приедет специалист, ее осмотрят и, скорее всего, увезет. Первый день его не было. Второй день нам уже сказали, что приедет группа специалистов, что уже набирается группа специалистов, они уже вылетают. На третий день уже выясняется, что никакая группа не собиралась и не выезжает. И звонил уже в Астану. Они говорят, ждем указаний министерства, чтобы принять. Хотя здесь врачи уже тоже говорили, что готовы, что она как бы транспортируемая. Но вся загвоздка как раз, как всегда, в министерстве, что нужно дать указания нужным людям, чтобы идет получать несогласованность. Собирает консилиум, который ничему не приводит. В Уральск прибыл специалист из столицы. Он контролирует ход лечения пострадавшей. Врачи уверяют, что она получает необходимую медицинскую помощь. Состояние пострадавшей остается тяжелое. Находится в реанимационном отделении. Консультирована была комбустеологом научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. Специалист сделал заключение, что пациентка на данный момент нетранспортабельная. Лечение адекватное получает, находится под наблюдением специалистов областной клинической больницы. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело. Специалисты пытаются выяснить, как могла произойти утечка газа недавно подключенной системе газоснабжения. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. О том, как обстоят дела в мире финансов, расскажет моя коллега Ульна Румарова в еженедельном обзоре. Экспортерам нужна мотивация и господдержка, уверен министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Да и в целом казахстанский бизнес не активен. То ли инициативы не хватает, то ли информации. Благодаря анализу эксперта казахстанских несырьевых товаров выявились слабые стороны, которые нуждаются в усилении, сказал министр. По словам Тимура Сулейменова, сегодня среди предпринимателей имеется спрос на анализ рынков. Ведь во многом бизнесмены даже не знают, куда можно экспортировать. Где существует спрос на их продукцию, какие тарифы или нетарифные меры работают, какие регулятивные режимы существуют в том или ином государстве. То есть, как отметил глава ведомства предприятию средней руки, самостоятельно сложно разобраться в требованиях законодательства. Тем более, если это иностранное государство и законодательство доступно на чужом языке. До 20% предлагают снизить размер первоначального возноса ипотеки по госпрограмме. Директор департамента розничного бизнеса одного из банков выступил на заседании Сената по реализации госпрограммы Нурлужер в регионах. По ее словам, для банка второго уровня программа позволяет работать по двум направлениям. Это стимулирование частных застройщиков и повышение доступности ипотеки. Для обеспечения более удобных условий и возможностей для казахстанцев получить жилье предлагается снизить размер первоначального взноса с 30 до 20%. Это, по ее словам, позволит участвовать молодым семьям в программе, которые в силу своего возраста не успели накопить нужную сумму до размера 30%. До конца года мы планируем выдать кредитов на сумму более 7 миллиардов тенге. На следующий год, сказала представитель одного из банков, мы хотим профинансировать более 3000 заемщиков на 36 миллиардов тенге. Тем временем на 56% вырос объем ипотеки за последние 9 месяцев. Новый год – новые деньги. Председатель Нацбанка презентовал новую банкноту номиналом в 500 тенге. Но не успела появиться купюра, как вокруг нее возник скандал. Изображенная на ней чайка стала предметом бурного обсуждения, якобы она украдена из Википедии. Сходство поразительное, даже изгиб. Да только главный банк республики заявляет, что птичку рисовали два года и дизайнеры весьма над этим потрудились. Забавно, вот только если это правда, то запахнет нарушением авторских прав, и швейцарскому художнику придется выплатить компенсацию. Птичку жалко. Ну и любопытная служба исследования показала, что 70% россиян считают свою зарплату ниже их достоинства. Довольно получкой всего 3%, а треть заявила, что им на повседневные траты даже не хватает, не говоря уже об излишествах. Основная статья расходов – это еда, коммунальные расходы и оплаты жилья. 30% вынуждены заниматься подработкой. Чаще всего колымят работники сферы образования и науки. Появилось много так называемых работающих бедных. Это когда зарплата ниже прожиточного минимума. В России он составляет 11 163 рубля. Или 62 513 тенге. Не знаю, как россияне, но некоторые казахстанцы зарабатывают до 3 миллионов в месяц. Это такие руководители региональных предприятий, генеральные директоры, региональные директоры и другие. Ну, конечно же, каждому хотелось бы именно такую зарплату или, может, больше. Такими были короткие финансовые новости минувшей недели. Всего доброго. В Казахстане создают безопасные сайты для детей. Новый проект презентовали в столице республики, символично назвав его «Белый каталог сайтов». Проект направлен на создание безопасных интернет-ресурсов, посещая которые ребенок сможет духовно развиваться. В список «Белого каталога» вошли более 3,5 тысяч интернет-порталов. Сайты поделены на тематические категории, к примеру, наука, кино, музыка, литература. Организаторы обещают, что эти интернет-ресурсы станут интересными для ребенка, смогут привести тягу к искусству, патриотизму и тем самым отвлечь от опасных материалов, содержащих идеи терроризма, жестокости, порнографии, насилия, а порой и просто идиотизма, которые травмируют психику детей. Новый проект в тестовом режиме заработает уже 1 декабря в школах страны. Как заверили его разработчики, каталог станет доступен на всех гаджетах, а установка его не сильно ударит по карману родителей. Тему продолжит наш столичный корреспондент Булжан Шайхмед. Проблема доступа детей на опасные сайты стала настоящей болезнью 21 века. По мнению психологов, используя соцсети, дети становятся не только интернет-зависимы, но и от переизбытка информации перестают быть сосредоточенными. Помимо этого, у соцсетей есть и другая сторона – неконтролируемый поток информации, в котором встречается и опасный контент. Содержащий идеи террора, культа жестокости, суицида и порно. Поэтому в Казахстане создают список безопасных детских сайтов. Очень много не очень хорошей информации появляется в интернете. И белый каталог сайтов для детей и подростков, я думаю, это очень значимый шаг в сегодняшнем медиамире. И, наверное, не мы первые. Начинаем этот момент. Во всем мире стоит большая, якобы, проблема. На протяжении последних десяти лет наша страна входит в тройку мировых лидеров по числу суицидов среди подростков. Одной из причин, который заставляет подростков сводить счеты с жизнью – это свободный доступ к суицидальным сообществам в соцсетях. Также крайне негативным является влияние материалов, направленных на развращение несовершеннолетних. Нередки случаи насилия над детьми, совершенные через знакомства в соцсетях. Поэтому полностью отфильтровать интернет не получится. Так, если в Казахстане, согласно исследованию, проведенной лаборатории Касперского, 57% родителей обеспекованы тем, что их ребенок столкнется в сети с неподходящей по возрасту информацией. При этом многие не уделяют достаточного внимания вопросам детской интернет-безопасности. И 18% не знают ничего о действиях своих детей в интернете, практически не контролируются. Напомним, ранее депутат Балиева призвала общественность и госорганы объединиться для создания информационного счета для детей. Бауржанша Ахмед, Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В Западном Казахстане не перестают обсуждать обновленную систему образования. По этому вопросу в Уральске состоялось большое совещание. Участие в нем приняли Акимобусти, местные педагоги и представители правления Назарбаев интеллектуальной школы. А именно, председатель Куляш Шамшидинова. Хотя ежегодно в эту сферу привносят изменения, и они не всегда приятны ученикам и педагогам, кардинально система образования не менялась уже несколько десятков лет, заявляют и авторы новшеств. Теперь, уже учитывая прогресс новых технологий и нынешнее увлечение развития детей, специалисты пришли к выводу о том, что у школьников необходимо развивать критическое мышление, умение анализировать и работать в команде. Соответственно, нужны новые подходы к методике преподавания, разработка новых учебных пособий, изменение хода всего урока. Переучиваться приходится не только ученикам, но и преподавателям. Готовы ли они к изменениям и считают ли их нужными, смотрите далее. Главной целью встречи и темы обсуждения участников совещания стала обновленная система образования. Акимобусти выслушал мнение собравшихся по поводу того, насколько успешно внедряется новая система образования в школах и как она воспринимается самими родителями, педагогами и учениками. Необходимость обучения по-новому педагогам объяснила председатель правления Назарбаев интеллектуальной школы Куляш Шамшидинова. Она отметила, что образование постоянно меняется наряду с экономической и политической системой. Сегодня ученикам необходимо овладеть навыками более широкого спектра, уметь анализировать, формировать и высказывать собственное мнение, работать в команде. Классическая парадигма образования, философия образования, она сложилась в 18 веке. Здесь она отвечала потребностям капиталистического производства. Нужно было научить людей трудиться. Нужна была грамотность людей. И вот с этой позиции. А сегодня парадигма образования меняется. Сегодня ценность, индивидуальность, саморазвитие и самореализация личности как средство построения личной карьеры, творчества, подхода к труду. Если раньше ученики после школы резвились на улице, то сегодня большую часть их свободного времени занимает виртуальный мир. Врачи определяют этот фактор негативным. Но учителя на практике убеждаются в том, что будущее за компьютерными технологиями. Поэтому необходимо подстраивать под современный мир и методы обучения. Руководители образовательных учреждений отмечают определенные трудности в переходе на новый формат обучения. В то же время признают, что новшества все же необходимы. Кадры будут готовить для завета и используем в субботу для того, чтобы наш следующий переходный, который будет в 10-8 классе, кадры готовить на будущее. Я считаю, что обновления на сегодняшний момент актуальны. И мы вместе со всей страной будем внедрять его в нашей школе. Кроме того, успехами и трудностями процесса внедрения системы обучения поделились и сельские педагоги. В завершении встречи между Акиматом Западно-Казахстанской области и правлением НИШ был подписан меморандум, который даст толчок к дальнейшему совместному сотрудничеству и поможет внедрению обновленного образования. Это все, о чем мы хотели рассказать. Такими событиями была насыщена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова